Такая вот ситуация. В принципе, терпимо, учитывая, что был и уколчик, и кремом обезболивали. Вот такие вот шарики помогают. Немножко я поругалась матом. Но, доктор, может меня извините, пожалуйста. Такая вот была ситуация. Хорошая речь. Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Ну что, пришло время поделиться с вами впечатлениями от RF лифтинга. RF лифтинг я сделала недели три назад, наверное, приблизительно. Поэтому, мне кажется, уже максимально виден результат. Возможно, он еще будет подкапливаться, но я его уже заметно чувствую и спешу с вами поделиться первыми впечатлениями, потому что потом уже, знаете, это будет как бы привыкаешь ко всему хорошему и уже этого не замечу. Итак, какой же результат мы ждем после этой процедуры? Конечно же, мы все хотим омолодиться, мы все хотим хорошо выглядеть. Особенно, кому девочкам 40+, хочется, чтобы шея была красивая, да, и какая-то дряблость, морщинки ушли. Все это, конечно, коллаген. Чем больше коллагена свежего, нового, тем лучше выглядит кожа. И как раз-таки микрогольчатый RF лифтинг работает по тому принципу, чтобы появилась выработка нового коллагена. В общем, я не доктор, я вам правильно все не объясню, но попытаюсь объяснить на пальцах. В общем, иголки поступают под кожу, там разная глубина в зависимости от зоны, да, и чувствительности, скорее всего. Вот, может где-то местами даже кровить, как вы увидите тоже в ролике далее. Вот, но процедура, конечно, чувствительная, конечно, чувствительная. Вот, мне сделали уколчика, я минут 40 лежала с Амлой. Так, ну что, мы немножко подзаморозились, минут 40 ждали, шейку тоже сделаем. В общем, все будет хорошо. Уколчик тоже сделали, Александр Юрьевич, все будет хорошо, да? Все будет хорошо. Я в надежде, что это крем обезболивающий, и все равно было больно. Не буду вас обманывать, говорить, что это почти нечувствительно, нет. Альтера и ультраформер менее, мне кажется, болезненные. Хотя, я человек такой, ну, привыкший к разным процедурам, и в принципе, ну, терплю больно. Тут я уже и матом ругалась и говорила, стоп, машина, я хочу сойти с этого корабля. Ну, доктор посмеялся и говорит, ничего, терпите, терпите. Вот, в общем, ощущение так себе. Но, но, я вам когда расскажу про плюсы, и вы, я думаю, забудете про все минусы. Вот, в общем, конечно, доктор мне сказал, Аня, будет мясо. Я ему, конечно, не поверила. Вот, думала, да, проходили, знаем, плавали, но это было, конечно, да. Но я хочу еще, я хочу еще повторить эту процедуру. Может быть, сделать на руки, вот, и еще по декольте пройтись. Мне хочется, еще я хочу этой боли. Какая-то прямо садомаза. Вот, значит, мы поболтали с доктором. Ну, и началось. Сначала, вроде бы, пока эти иглы не нагрелись, было как-то терпимо. Но потом, под конец, конечно, я уже просто вот так подпрыгивала каждый раз от этих щелчков. Но процедура длится где-то полчаса. Мне сделали все лицо, веки и полностью прошлись по шее. Просто великолепный результат. Прошло две недели. Что же мы видим? Мы с вами видим. У меня было что? У меня были проблемные поры. Вот здесь вот просто были какие-то ямы. Ну, вот, это очень некрасиво. Это очень неэстетично. Вот эти вот ямы некрасивые. Эти поры прям такие, знаете, прям вот, ну, огромные. Туда попадал тональный крем, пудра. Это все было видно. Некрасиво. Не скажу, что пор совсем не стало видно. Я их вижу. Но они стали в половину меньше. Так. Конечно же, первый результат, когда сошла отечность и синяки сошли. А это где-то первая неделя. Было прям сильные были синяки вот на глазах. Шейка была в мелких синяках. Там где-то под глазиком. Как-то вот, ну, вокруг, в основном, в основном синяки были вот на веках. Вот так примерно выглядело мое лицо через пару дней после процедуры RF лифтинга. Как видите, на веках синяки. Под глазами тоже маленькие синяки. Это все последствия процедуры. Вот. Это я тут ходила на бровки, поэтому себя немножко подсняла. Кто-то дал по глазу, и был такой, знаете, некрасивый. Был у меня такой видочек. Отечность и синяки. И вся кожа в мелких-мелких-мелких точках. Вот. Ощущение так себе, и видок был у меня так себе. Поэтому, если вы планируете, допустим, эту процедуру, то имейте в виду, что первые, там, не знаю, 10 дней вам желательно, ну, как-то не появляться на людях. Может быть, у вас какие-то будут мероприятия, свидания, свадьбы, съемки и важные встречи. В общем, учитывайте этот момент, что после процедурки дней 10, наверное, ну, неделя точно, вы будете в отеке и в синяках, скорее всего. Ну, вы знаете, после процедуры я сразу поехала в ресторан. Да, было ощущение такое, как будто, вы знаете, на солнышке подгорело чуть, такое как будто подпекало немножко. Ну, ничего страшного. Ну, не, не, как сказать, не смертельно, да, то есть жить можно. Единственное, что нельзя краситься, доктор сказал, первые две недели, но я первые, наверное, дня три не красилась, может быть, четыре, потом уже начала потихонечку сначала крем, который такой вот, что я там купила? Какой-то крем я купила, мне какой-то он посоветовал. Вот я купила крем, ну, и хлорогексидином протирала лицо первые там дня три, потом уже все. Вот, ну, смотрите, это, знаете, такое, конечно, это просто дырочки, микродырочки на лице, и, конечно, нежелательно, чтобы попадала косметика, да, поэтому как бы желательно не краситься. Ну, я думаю, что, в принципе, если надо, то можно. Вот, в общем-то, в принципе, никакого, какой-то особой реабилитации не было, просто вот ощущение такое вот, ну, немножко видочек такой был так себе. Оказалось, боже, что я наделала? Но прошла неделя, отеки сошли, и мы что мы наблюдаем? Первое, что я увидела, что вот эта вот морщинка моя на шее, во-первых, кожа стала плотнее. Чувствую разницу, но не так, как на шее. На шее прям ощущение было офигеннейшее. Сейчас я уже привыкла к этой своей шее. В общем, вот эта морщина, ее практически нет уже. Это просто такая легкая складочка. Откуда эта морщина берется? Мы вот так с вами лежим, смотрим эти все свои гаджеты. Вот так вот любим, да? Это все тут собирается, это все некрасиво, поэтому следите за тем, как вы проводите время на диване. Особенно. Вот. И, конечно, эта складочка стала появляться. Я, может быть, не сказала, и кто новенький мне на канале, мне в этом году будет 44 года. Вот. Поэтому, конечно, начинает дреблеть, стареть кожа. Это нормально. Вот поэтому, а наши руки и наша шея – это наш паспорт. Да, лицо можно подтянуть, натянуть, какие-то сделать манипуляции, но шея вас всегда выдаст. Поэтому обязательно следите за своей шеей, не лежите с гаджетами на диване, на спине. Качайте прессика, ухаживайте за шеей, делайте процедуры. В общем, или не делайте. Это ваш выбор. Итак, что же я увидела? Первое, я увидела, что стала шея уплотняться, стала меньше видна вот эта вот складочка. Я ее практически уже не вижу. Если на нее не смотреть, то ее как будто бы не... Ну, то есть как бы не приглядываться, да? Вот. Очень она меня как-то сразу порадовала. Вот здесь вот стало лучше, вот тут у меня были такие мелкие морщиночки. Они еще есть, но они стали менее глубокие. Конечно же, поры стали в два раза меньше. И самое главное, девчонки, у меня ввалились обратно веки. То есть веки уже начинали подвисать. И подвисать, так знаете, не очень красиво. Вот. И вот когда прошли синяки, вот примерно в те же дни, как будто бы веки обратно туда завалились. Вот это вот провисание было. Я думала уже, блин, наверное, через пару лет надо будет блефаропластику делать. Ну, если рафлифтинг будет так и дальше работать, то можно, конечно, это дело оттянуть. Потому что после блефаропластики не всегда это удачно. Это всегда риск, как получится. В общем, конечно, цена невысокая у процедуры. Ну, не знаю, около 50 тысяч примерно стоит. Да, плюс-минус. Клиники разные, аппараты разные. В регионах, может быть, это вообще другая цена в Москве одна. В общем, смотрите, ищите. Ну, я, конечно, вас отправляю к Александру Юрьевичу, потому что он с юмором. Он заболтает вас. Вы не будете чувствовать эту боль. Так, ну что, мы закончили процедуру. Видите, вот такая вот ситуация. В принципе, терпимо, учитывая, что был и уколчик, и кремом обезболивали. Вот такие вот шарики помогают. Немножко я поругалась матом. Ну, доктор, вы уж меня извините, пожалуйста. Такая вот была ситуация. Хорошая речь. Ну ладно. В общем, я в хороших руках. Результат будет замечательный. Прошлись еще по шейке. В общем, я думаю, что будет все просто супер. Сейчас я вам расскажу, кстати, про новый ультраформер, который появился в клинике Селит. Вообще безболезненный, представляете? Это актуально, особенно после этой процедуры. Он шутит. Он вам что-то другое порекомендует. Кстати, у них в клинике появилась Альтера безболезненная четвертого поколения последнего. Вот, тоже будем тестировать. В следующий раз я бы хотела, конечно, сделать эту RF лифтинг на руки. Вот, может быть, еще раз по декольте пройтись. Но, еще такой один момент. Вы не можете сочетать, допустим, филеры с RF лифтингом. Должно пройти две недели между этими процедурами. Я это немножко не учла, потому что я бы хотела, конечно, может быть, немножко добавить скулы. Но, в принципе, сейчас вот так вот тут все немножко подтянулось. И, в принципе, пока, наверное, не надо торопиться с этим делом. Всегда можно сделать. Вот, из минусов. Из минусов. Я, конечно, хотела, чтобы у меня подтянулся вот этот вот контур. Это моя проблемка. Вот, мне хотелось бы, чтобы она вообще была прям натянута-натянута. Вот, пока этого нет, может быть, еще этот результат появится. Ну, и второй подбородок. Вот у меня вот эта штучка. Второй подбородок. Она мне не нравится. Хотелось бы, чтобы этого не было. Но, к сожалению, хотя там тоже проходились, наверное, я думаю, ну, мы все прошли. И как-то вот эта вот штучка у меня не подтянулась. Очень бы хотелось. Вот. Это из минусов. Но... И, конечно, болезненный результат, да, болезненный эффект. Это один из основных минусов. Как бы, ну, наверное, потерпеть можно. Я так смеюсь, когда вижу эти рекламные ролики в Ютьюбе. Безболезненный, безболезненный. Да ну вы что, безболезненный. Это прям очень... Я же прям подпрыгивала. Вот. Но ничего, ничего. Справились. Полчаса потерпеть можно. Мы с вами, женщины, готовы ради красоты и молодости терпеть. И тут можно потерпеть. Потому что результат быстрый. Ну, через недельку прям вы увидите его. Цена приятная. Вот. И я так понимаю, что можно делать и курсом. Допустим, сделать вот три раза, да. Я вот планирую сейчас в Москву поехать. В начале апреля. Вот. И я думаю, что я повторю эту процедуру. Посмотрим как. Вообще, конечно, когда я там была, я говорила, что никогда. Но когда я увидела результат, мне кажется, пигментация стала на лице меньше. Лучше стала себя... Лучше выглядеть стала как-то, знаете, вот посвежела, что ли. Очень-очень-очень-очень хороший результат. Не знаю, что еще рассказать. Может быть, в течение, я не знаю, двух-трех недель еще будет какой-то результат. Будет он как-то больше проявляться. Сейчас вот только-только прошло 2-3 недельки. Поэтому, конечно, еще рано как-то, ну... Может быть, еще рано даже такое видео снимать. Но мне хотелось скорее поделиться, потому что, ну, я такой шеи у себя не видела, наверное, лет 10. Как будто бы прям вот она не моя. У меня уже таки прям была одна складочка, вторая. Одна сильная, одна такая поменьше. Но они уже так начинали как бы чуть-чуть даже провисать. Это отвратительно. Это отвратительно. Конечно, мы все проиграем борьбу с возрастом. Понятно, понятно, понятно. Но, по всякому случаю, пока есть возможность, почему бы и не побороться. Интересная, интересная, конечно, процедура. Не ожидала я, что мне так понравится, потому что слышала много разных мнений. Кому-то зашло. Кто-то говорил, что вообще ничего. Кто-то говорил, что ну так, чуть-чуть вроде порки меньше стали. Кто-то говорил, что супер. В общем, ну, мнений очень много разных. Попробуйте сами. Вот. Что ж, мне одной страдать, что ли? Шучу. Очень-очень-очень-очень приятно. Очень приятно, что эта процедура, знаете, такая она доступная. Понимаете, доступная многим. Я думаю, что если вы захотите, вы найдете, в любом случае, такую процедуру себе сделаете. И лучше, конечно, делать ее зимой. Потому что, конечно, есть фоточувствительность к солнечному свету. Ну, да, надо кожу, конечно, стараться не подставлять под солнечный свет. И, конечно, защиту СПФ обязательно. Это мне сказал доктор, и я его буду слушаться. Ну, я пока на моря и не собираюсь. Вроде бы все. Вроде бы все. Не знаю. Посмотрите ролики, посмотрите моменты, посмотрите, как это все было. Да, кровь. Когда я увидела кровь, я немножечко, конечно, так запаниковала. Такой, знаете, был как раз на лице индейц Джо. Но оно того стоило. Я не жалею абсолютно. Очень довольна результатом. Буду делать еще. Вот такие вот дела. Ладно, вы смотрите дальше, а я побежала заниматься своими делами. Пока-пока. Так, ну что, мои дорогие, мы в клинике Селин. Моя любимая клиника Селин. Я ее очень люблю. Здесь так красиво. Здесь такой красивый интерьер. Посмотрите, какие знаменитости ходят в эту клинику. Они Тацой, Ольга Орлова, Лиса Нутяшева, Бородина, Наденька. В общем, все любят эту клинику, и я люблю эту клинику. Ну что, поднимаемся на третий этаж, к Александру Юрьевичу. Так, ну что, мы в клинике Селин. Сейчас поднимаюсь к Александру Юрьевичу на третий этаж. Сейчас будем плюнуть красоту. Очень всегда с удовольствием сюда прихожу. Очень приятный персонал, очень внимательный, все-таки очень дружелюбный. И сама клиника, конечно, очень красивая. Ну что, мои дорогие, я в своей любимой клинике Селин. Ну вы видите, да? Ну вы же видите, где я? У Александра Юрьевича. Все обсудили, все решили. Все-таки решили сделать игольчатый РФ лифтинг. Сделали мне укольчик по назначению доктора, обезболивающий. Так что все будет хорошо, но я все равно немножко переживаю. Александр Юрьевич, расскажите, пожалуйста, про процедуру, которую будем делать сегодня. Всем добрый день. Доброе воскресное, так скажем, уже утро у нас. Практически, да. При прекрасной погоде. Отлично. Сегодня мы с Анной делаем процедуру игольчатого РФ на аппарате Инфиния. Основная цель – это омоложение, это стимуляция коллагена, так скажем, да, то есть возбуждение своих, так скажем, внутренних резервов. Это сужение пор, уменьшение области пигментации. Все это мы в кадре покажем. Ну, соответственно, основная цель – это подтянуть, так скажем, кожу, дать хороший лифтинг, ну и, соответственно, быть молодой и красивой. Так, процедуркой. Убрали макияж. Сейчас нанесут мне крем обезболивающий. И начнем рак лифтинг. Это омолочка, да, у нас? Угу. Окрел. И сколько надо ждать, чтобы он заработал? Минут 15-20. Мы по шейке пройдем сюда, по контуру. Ну что, мы сейчас начнем процедуру. Все у нас подзаморозилось. Александр Юрьевич, ну как, больно будет? Все отлично, постараемся без боли. Заморозка взялась, держали 40 минут. Уколчик внутринучный тоже должен подействовать. Все будет хорошо. На данную процедуру мы используем одноразовую насадку, одноразовую манепул. Она представляет собой такой картридж в стерильной упаковке для каждого пациента с определенным количеством импульсов. Угу. Она вот как-то сюда, да, поставит? Да. То есть мы сейчас это. Снимаем, да? Да. Дежурная такая насадочка. Мы ее открываем. И, соответственно, насадочка, где направлены иголочки. Делаем первый импульс, да, как выходит у нас иголочки. Ага, все, линка была, есть. Ну, вообще терпела. Такие, как вы, как будто бы. Угу. Упакольчик. Угу. Такие. Угу. Чуть-чуть. Угу. Красные. Красные, 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 подкармливающие. Так, ну что, мы закончили. Ситуация вот такая. Такой вот ситуэйшн. Ну, терпимо, девочки, терпимо. Когда доктор что-то рассказывает, немножко отвлекает, вот такие вот сердечки помогают, немножко их так пожампать, отвлекаться. В принципе, терпимо. Ну, конечно, немножко я так матком ругнулась. Вы уж, доктор, меня извините, пожалуйста. В нашем кабинете можно все. Ругаться матком, пить коньяк. Все, что хотите. Все для наших любимых пациентов. Учитывая, что мне еще укольчик сделали, мы заморозили это все. В принципе, девчонки, терпимо, приходите к доктору. Это реакция нормальная. Все, что, так скажем, появляется небольшая сукровица на коже, в области лица, это реакция хорошая. То есть, у Ани режим, так скажем, не гладили мы ее. То есть, режим достаточно выше среднего, да, чтобы получить максимальный результат. Спасибо. Ненять мази, может быть, крем какой-то нужен? Первым, все, что после процедуры, я рекомендую обрабатывать хлорококсидином, да. То есть, у нас сегодня будет сухая реабилитация. Мы наносим после процедуры сейчас баниоцин, да, то есть, порошочек, чтобы никаких плотных мазей не было, да, чтобы кожа дышала, чтобы кожа быстрее, так скажем, реабилитировалась. Процедура предполагает, да, то есть, это определенно раневая поверхность, да, то есть, это проникновение игл. Сегодня не умываемся. Исключаем тепловые процедуры в течение двух-трех недель, исключаем спорт в течение 10-14 дней. А секс? Ну, секс это как спорт. Тоже, что ли, исключаем? Ну, на пониженных передачах. То есть, если в форме звезды можно полежать? Может, нужно? Ну, слава богу. Все, что касаемо кремов, сывороток, обычный уход исключаем в течение, в идеале, недели. То есть, у Ани первым это будет завтра умываемся, очищение, соответственно, обрабатываем хлоргексидином, наносим травму ЛЦ, травму ЛЦ и хлоргексидин оставляем на неделю. На неделю. Так, у нас для вас есть очень важная информация. Появился новый ультраформер, который абсолютно безболезнен, но доктор сейчас расскажет все детали. Мы представляем одна из первых клиник в Москве, ультраформер МПТ, то есть, это аппарат последнего поколения. Самое главное, он безболезнен, идет хороший прогрев в ткани, подтяжка связочного аппарата, стимуляция коллагена, сокращение кожного лоскута. Соответственно, в зоне нижнего и верхнего века мы можем работать более детально, более близко к клиническому краю, более интенсивно. И самый главный плюс, да, то есть, для пациентов есть параметры режима без инъекционной биоревитализации при нанесении сыворотки на основе гиалуроновой кислоты. И, соответственно, вы спокойно можете отправиться на любой. Сразу же на красную дорожку, на свадьбу, хоть куда. Боже мой, какой он красивый, мне он прям нравится. Очень классный. Все, в следующий раз делаем, да? Потестируем. Как в последнем поколении, в третьем поколении ультраформера, здесь идут две манипулы классические. И представлена манипула точная, то есть, локальная работа импульсами в области носогубных складок, в области зоны марионеток, верхнего и нижнего века. То есть, она безболезна совершенно. Супер, все. Это рекомендация доктора. После такой стрессовой процедуры немножечко глоточек расслабиться. Вот. Так, ну что, мои дорогие, закончили все. Я еду сейчас навстречу в ресторан после вот такой вот процедуры. Ну, а что делать? Доктор сказал, что будет страшный отек сегодня и завтра, и вообще краситься нельзя. Десять дней, неделю, как минимум. Вот написал мне, что купить в аптеке. Я в шоке. Я в шоке, как я в шоке это пережила.